всем привет 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 всем кто присоединяется сегодня у нас очень поздний прямой эфир меня зовут светлана якубчук я дизайнер фабрики декору сегодня наш привет привет всем кто присоединяется сегодня наш эфир посвящен нашему проекту который называется волшебный декабрь в этом проекте мы делаем с вами дневнички у нас на прошлой неделе проходили прямые эфиры уже все показали свои материалы а также ксения и наташа начали уже делать свой дневничок вместе с вами в прямом эфире к сожалению настя не смогла анастасия тисеевич не смогла выйти в прямой эфир по техническим причинам поэтому привет привет всем кто присоединяется настя не смогла выйти прямой эфир поэтому она запишет скорее всего мастер-класс и я думаю что все все увидят всем привет еще раз всем привет напишите пожалуйста как у вас сегодня настроение в понедельник вечером наверняка уже многие поработали пришли домой и отдыхают напишите пожалуйста работали ли вы сегодня или вы дома работаете привет привет всем привет девчонки и лет привет привет спасибо за сердечки а также напишите пожалуйста кто кто с нами делает дневничок не очень интересно работали делаю альбом отлично спасибо очень рада что вы к нам присоединяйтесь вместе с нами творите в прямом эфире привет привет сегодня я с вами буду делать по плану я должна делать с вами болею сегодня очень жалко поправляйтесь пожалуйста но я думаю что вы сегодня вдохновитесь в нашем прямом эфире и начнете начнете наконец-то делать дневничок тем более тем более хочу сказать что у меня дневничок очень очень простой очень-очень у меня простой дневничок поэтому делается очень быстро поэтому если вы не можете как собраться то сегодня наверняка наверняка у вас это получится мой очень здорово что в данный момент я не 1 творю очень здорово что мы вместе с вами будем параллельно так а теперь давайте все-таки начнем я вам покажу свою часть дневничка который я уже сделала так вот он у меня вот такой вот у меня начало такого дневничка это у меня у меня планируется софтбук по прошлому эфиру я говорила что я буду делать софтбук да и у меня планируется в софтбук вот такие вот ну 4 тетрадочки будут на пассив большое спасибо у меня будут 4 тетрадочки которые я буду вшивать на переплетик машинной строчкой вот так по серединке машинной строчкой и потом это все будет в мягкую мягкую обложку прошиваться закрываться я думаю будет такая уютная очень штучка размер у меня 18 на 12 сантиметров вот такую первую часть дневничка я уже сделала сейчас мы с вами посмотрим это но я еще пока не пронумеровала не пронумеровала дни потому что потому что во первых у меня нет циферок а во вторых не я пока не совсем понимаю сколько у меня будет страничек в итоге то есть но я предполагаю что у нас вместе 4 недели и вот такой вот такая вот одна плюшечка у нас будет на одну неделю я примерно посчитала около 9 но около 9 там 10 можно здесь сделать дней вот так ну что давайте начнем так вот этот я сниму это просто для красоты мне здесь приколота такая вот первая страничка она открывается всем привет привет кто присоединяется очень рада вас сегодня видеть чтобы в понедельник вечером к нам присоединились вместе с вами сейчас немножко потворим повдохновляемся и так смотрите вот тут у меня значит такая штучка открывается пуговичка на веревочки вот так вот такая открывашечка такая открывашечка здесь можно сделать фотографию круглую здесь тоже можно сделать фотографии ну скорее всего это первый день будет либо какая-то такая общая общая какая-то общие фотографии не привязаны дню вот здесь на у меня на братцы здесь закрыта такая простая достаточно открывашечка ничего сложного я вам обещала что сегодня будет все очень просто у меня к сожалению нет очень много времени на скраб поэтому я я предпочитаю очень-очень просто все делать и на самом деле не очень люблю долго засиживаться задним проектом поэтому стараюсь делать максимально просто но красиво так вот так вот она открывается здесь тоже не знаю буду ли я здесь что-то еще добавлять или нет скорее всего надписи и уже какой-то декор на фотографии у меня будет здесь место для записи вот это я прорубила дырокольчиком и вот так загнула покажу какой дырокольчик такой вот у меня дырокольчик есть очень кстати мне помогает всегда у меня есть два дырокол от марта стюарт и вот они меня прям спасают очень просто и быстро сделать такой эффектный крайчик необычненько так возможно я вот здесь вот тоже если я захочу сюда добавить фотографии я скорее всего вот так прошью строчкой вот так у меня будет прошита скорее всего если фотографии будет если текст то скорее всего не будет чем что-то такое будет так дальше листаем здесь просто страничка как вы поняли да это скоро страничка покрашенная в кофе так здесь просто салфеточка салфеточку я просто купила в магазине вот такой набор салфеточек причем вообще даже не скраповый магазин а просто обычный магазин но в метро метро я купила всем привет привет девочки так смотрите дальше у нас идет вот такая вот такой разделитель из ацетатного листа сейчас покажу поближе на самом деле все очень просто вот то есть ацетатный лист здесь я прошила так вот у меня здесь кусочек кружева шитья такой вот я просто прошила его вот а кстати если есть вопросики задавайте сразу привет галя вот вот так вот я вот так вот все очень просто да то есть вот тут вот надпись вырубка здесь тоже надпись высечка и все все конечно же у меня все уже блестит потому что у меня уже везде глиттер видите уже все посыпала на самом деле очень сильно добавят добавляет красоты вот этот вот какой-то загадочности и шика этот глиттер все просто но эффектно здесь обычно листочки из тетрадки немножко там побрызгала белой белой красочкой акриловой здесь таких два листочка так здесь у меня тоже вот такая вот раскладушечка вот тоже очень просто все так два карманчика сделала тоже край прорубил дыроколом так вот там такие вот есть пазики у меня так вот приклеила глиттер сейчас покажу на что сажаю глиттер я сажаю на 3d гель вот такой 3d гель фабрики декора просто беру кисточкой кисточка тоже вот она у меня здесь моя красавица кисточкой так трин 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 делаю смачиваю в геле потом посыпаю все прекрасно держится а даже если что-то не держится то я не расстраиваюсь потому что смотрите красота вот сюда вот тоже вся посыпается да на самом деле вот здесь я просто приклеила кружево да но на самом деле я наверно немножко поздно это сделала то есть мне надо было сначала тут прошить вот так куда по краешку было бы наверное более надежно вот так прошить по краешку а потом уже делать эти карманы а я сначала сделала карманы а потом подумала почему мне сюда кружево не посадить и в итоге вот так получилось ну ничего страшного здесь тоже может быть кармашек какой-то для фотографии для какого-то может быть как какой-то тег будет здесь что-то такое с надписями так дальше у нас что у нас вот такой вот пирожочек так так здесь у меня кармашки здесь посерединке был просто вот так вот листик покрашенный все очень очень просто так здесь остаточки другая сторона бумажек тоже можно здесь что-то писать здесь вот так кружево ну вот так вот здесь у меня будет болтаться кажется очень люблю когда всякие разные штучки переворачиваешь так смотришь интересно все а здесь у меня листик который помните я рассказывала что я когда покрасила бумагу и она была еще влажная я посыпала ее вот такой красочкой сухой magic paint и вот такая красота у меня здесь вот осталась она немножко растворилась немножко где-то не растворилась так и вот вторая часть да вот такая вот вырубка здесь у меня осталось и вот здесь вот сбоку такой кармашек небольшой вот на последнем листочке всем добрый вечер кто присоединяется здесь просто обычный такой кармашек и вот такая вот подложечка под фотографии вот так все просто немножко побрызгала ее глиттер на нее уже нападал вот отсюда побрызгала немножко ее акриловой краской вот здесь у меня такая вот вязаная салфетка сверху высечка еще одна высечка тут прошила немножко и посыпала глиттером вот так здесь пока ничего нет такой вот у меня будет здесь примерно сейчас посчитаем то здесь допустим один день второй так здесь тоже можно в принципе что-то разместить здесь третий так четвертый здесь какие-то записи пятый шестой седьмой ну и это там да где-то около восьми дней но я пока не хочу уставить цифры потому что я не уверена что у меня прям на каждый день будет какое-то там какая-то фотография или что-то то есть возможно если я найду как какие-то цифры то я проставлю но пока вот я сомневаюсь что мне нужны цифры мне пока нравится без цифр вдруг у меня какой-то день будет очень такой популярный а второй будет такой совсем спокойный ничего не будет не знаю может быть я добавлю конечно цифры так ну что давайте продолжим я сегодня планирую сделать такой же пирожочек но конечно я в эфире его не буду прошивать и наверное клеить тоже не все буду так как у нас времени не очень много все таки вечер да все хотят отдыхать уже понедельник покажу вам что я немножко листочков уже поднабрала вот такой вот такой вот пирожочки сделала а напишите пожалуйста кто с нами делает дневнички ну или кто просто делает дневнички какой переплет вы планируете сделать мне просто очень интересно у всех такие такие разные переплеты Наташа там какой-то задумала интересный интересный переплет вот самое время да это хорошо если если позволяет время вечером и семья позволяет вечером что-то поделать так в общем смотрите это у меня следующая тетрадочка так почему я здесь так загнула потому что у меня просто вот здесь 30 сантиметров я взяла лист взяла лист и вот так вот здесь у меня 12 здесь у меня 2 бига здесь у меня опять 12 а здесь все что осталось я взяла просто и загнула тут конечно надо смотреть что вот здесь домик в принципе я думаю что все хорошо у меня тут загнулось домик остался на этой стороне да вот этот переплетик кстати вот такие тетрадочки можно будет сделать в мидере о на кольцах я тоже раньше очень много делала дневничков мои все прошлые дневнички были на кольцах да ой отлично winter melody мне тоже очень нравится я вот когда выбирала с какой коллекции делать я выбирала между двумя коллекциями winter melody и вот этой вот так смотрите я пробеговала вот следующим образом у меня внутренняя тетрадко пробеговано на одно одно на одно на одно деление бегу игровальной моей доске видите да потом следующее 2 потом следующие две изменяя листит Два отделения беговальной доски, потому что все-таки, видите, два отделения, да, два отделения. Ну, то есть чуть-чуть, вот здесь расстояние уже побольше, чем здесь. Но для того, чтобы удобно было прошить, и для того, чтобы декор не мешал расширяться, это кетрадочки. Я на кольцевом механизме всегда брала очень большие кольца, потому что у меня дневничок всегда раздувался, был таким пухлым. Я вообще практически максимально большие кольца, там 3,5-4, даже 4,5, по-моему, у меня были кольца. А на одном дневничке я вообще взяла такие, на Алиэкспрессе такие вот проволоки. Может быть, видели, там проволоки, которые на такой вот, я не знаю для чего они, для браслетов или для чего, какие-то заготовки такие проволочные. И она была прям вот такое огромное кольцо у меня, такие вот кольца огромные были. Вот, да, нужны очень большие кольца, конечно. Да, 3, скорее всего, будет мало, да, да, да. Так, смотрите, в общем, вот эта тетрадка у меня 2 бига. Здесь я тоже сделала такой вот обычный крафт-картончик добавила. Так, здесь тоже 2 линии биговские. Вот здесь посерединке у меня вот такая штучка. Здесь у меня будет вот такая вот, такие как бы открывашечки. И здесь либо фотографии, либо будут, знаете, такая подложечки, такие гармошка, такая будет из подложечек. И вот так вот будет на веревочку. Мы сегодня, если успеем, то вот эту вот поделаем с вами, вот эту серединку. Так, и вот здесь вот так, да. Потом, что еще сюда? Сюда у меня пойдут салфеточки. Сюда я еще планирую такой вот конвертик задекорить. Салут, Аргентина! Вот у меня будет такой конвертик. Задекорируем сегодня с вами. Вот так, что еще в эту тетрадочку добавлю. Такие вот у меня листочки. Я эти листочки уже только с одной стороны вот так вот дыроколом вырубила. Здесь я покрыла их металликами. Так, пальцем прошлась чуть-чуть и покрыла. Вот так вот, да. И вот с этой стороны тоже. Здесь уже другой металлик взяла. Вот. И тоже тетрадочка у меня пойдет куда-нибудь сюда. Так. Добавим наш пирожок. Так. Так, потом. Так, он уже у нас стал плотненький. Так, 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 очень плотненький. Потом вот такой конвертик. Конвертик я пришью на... Так же, как там было сделано. Вот пришью на этот, на кружево. Вот так я хочу его сделать. Так, давайте мы его быстренько задекорируем. Ну, так вот какой-нибудь вырубкой. Все так достаточно простенько. Так, я хочу вот здесь вот разрезать. Вот мои ножницы. Так, чтобы здесь удобно из конвертика было доставать. Я вот так вот разрежу. И сделаю как бы такой вот так. Как-нибудь так загнем здесь. Так, девочки, что-то вы замолчали. Напишите мне, кто чем занимается сейчас. Если вы не скрапите. И вот так вот. Да, и вот так вот будет, в принципе, удобно доставать, я думаю. Угу. Так, сейчас проклеим. Клей наш фабричный. Надпись «Разверните». А, точно. А вдруг бы я так приклеила. Спасибо. Очень жалко, что Насте не получилось выйти в эфир. Она так расстроилась. Но, похоже, она записала мастер-класс. И скоро этот мастер-класс будет в Инстаграм. Угу. Спасибо. Так, вот эти штучки мы сейчас тут проклеим. Проклеим, чтобы они у нас не болтались. Напишите мне, какой вы вообще любите скрапбукинг. Любите ли вы там долго сидеть и что-то там творить? На одном листе зависать по три часа? О, отлично. Я очень рада, что я не одна. В понедельник вечером уединилась и здесь занимаюсь. Такими делами интересными. О, здорово. Мамины сокровища. Круто. Так. Здесь у нас надпись «Нам надо ее закрыть». Я возьму вот такую салфеточку. Так. Напишите, кто первый раз присоединился и вообще первый раз видит наш проект и не знает ничего о проекте. Да, это точно. Наши дела домашние никто не отменял. Так, главное не заклеить. Чтобы у нас открывался конвертик. Так, так, так. Ирина, а вы же уже посмотрели первые эфиры про материалы, да? Знаете, что мы делаем? Какой дневничок. Так, все, это мы сделали. Так, вот тут я загородила надписи. Вот, ну, мы вырезала уже надписи, мне очень нравятся. Теперь везде, везде добавляю. Мы делаем декабрьский дневник. Вот. Такая интересная книжка, когда... В этой книжке мы будем описывать наш декабрь. Так, как-то вот так, наверное. Ничего страшного. У нас на ютубе есть две записи. Одна запись Натальи Андреевой. А вторая запись моя. По материалам как раз. То есть вы можете зайти и посмотреть на ютубе вот эти две записи прямых эфиров. Думаю, там как раз вся информация у вас будет. Так, приклеиваем. Так, так, так. Что-то у меня тут он. Я, видите, как пальчиком прям клей размазываю. Кто пальчиком размазывает клей? Признавайтесь. Наверное, все. Так. Вот так, наверное, сделаю. Такую вот. Будет у меня такая простенькая штучка. Так. Как-то вот так. Да, как-то с кисточкой. Они у меня тоже не приживаются. Кисточкой я 3D гель накладываю. Даже последний раз и 3D гель положила пальцем. Так. Вот обычно надписи я, конечно, добавляю сюда какие-то, какой-то картон, да, или пивной картон, или какой-то еще добавляю, чтобы поднять надпись. Но вот в этом случае я, наверное, не буду, потому что конвертик, и так, в принципе, все такое. И конвертик сам плоский. Здесь не нужно уже тут все вот это приподнимать, уплотнять. Поэтому я просто так приклею. Вот. Давайте вместе с нами, Ирина, начинайте делать дневничок. Я на самом деле уже делала дневнички, но сама никогда не заполняла. Так получалось, что я их потом дарила, отдавала на ярмарки благотворительные. Вот. Я не знаю, я 4 года скрабукингом занимаюсь, но вот мои изделия как-то у меня не получается продавать. Как-то у меня все либо дарится, либо куда-то отдается. В основном, конечно, все дарится. Так. Сделали мы конвертик. Теперь смотрите. Вот так вот отмерю кусочек. И вот так вот я его потом на машинке прострочу. Сейчас я просто приклею, а потом на машинке прострочу. Так, обрежем сейчас. Клей закроем. Ну, зато получаем удовольствие. Да, самое удовольствие же в процессе. Так, отрежем. Здесь можно немножко помахрить. Ну, вот так вот хотя бы, чтобы не так уж все ровненько было и прилизано. Чуть-чуть так. Сильно я пока не буду. Если что, потом можно по итогу дневничка уже понять, если он будет сильно лохматый. Я тут побольше могу полохматить. Если у меня будет получаться такой более-менее ровненький, я таки оставлю. Так. Такой конвертик у нас будет. Ну, вот как-то так. Где-то вот. Например, вот так будет. Так, вот так. Она должна вот так вот у нас с другой стороны отображаться. А с этой, значит, как-то так. Скорее всего, да. Так, вот приклею. Сейчас пока просто приклею, а потом на машинке прострочу. Здесь он у меня уже радиоваться. Не страшно. Так, делай зимний альбом от Ревела. А не делай альбом. Много фоток, девать некуда. Надо куда-то пристраивать. Все открытки дарю с удовольствием. Да, я вот тоже в последнее время, наконец-то, 4 или 5 год уже пошел, как я занимаюсь крабутингом. И я наконец-то начала делать альбомы себе. Вот сделала зимний альбомчик недавно. И очень рада, что наконец-то я начала. Что-то делать для себя. Так, приклеили. Смотрим. Так, оставим это. Так, это пока оставим. Подсыхать. Так, я еще что хотела сделать. Я хотела покрасить трафарет через трафарет и спрейми покрасить вот эти вот наши листочки. Сделать им такой красивый узорчик. Сейчас мы это сделаем. Так, это я пока уберу. Так, сейчас подложечку добавим, чтобы мне не помарать. Стол и все тут лежащее рядом. Так, вот так вот. Закроем. Так, и возьмем наши листочки. Так, здесь у нас, значит, вырубка с этой стороны. Значит, мы покрасим. Ну вот, можно, в принципе, покрасить и вот эту часть, и вот эту вот часть. Так. Так, это сразу уберем, чтобы ничего не закрасить. Так, достану трафаретики. У меня вот такие вот есть. Я выбрала три таких узорчика. Мне кажется, они к бумажке подходят. Так, вот это как зимние какие-то узоры. Типа. Так, кто-то использовал воздушные фломастеры в скайпе. Ой, я не знаю, это вы про что, Ирина? Воздушные фломастеры в скайпе. Так, вот такие снежиночки. Мне очень нравятся. Так, и вот этот вот. Такие вот узорчики. Воздушные фломастеры в скайпе. Так, что я хочу здесь? Так, так, так. Снежинки или горошки, или узоры. Что, что попшикаем? Говорите. Я пока спрейчик возьму, выберу. Так, спрейчик. У меня есть шоколадный трюфель. Так, что же нам больше к бумажке подходит? Вот, в принципе, вот этот рубин, наверное, подойдет. И вот этот подойдет, я точно знаю. И вот этот подойдет. Этот какой-то с фиолетовым отливом. Боюсь, что он не подойдет нам. Снежинки. Вот мне тоже эти снежинки очень нравятся. О, снежинки, снежинки. Здравствуйте. Ага, вот я размешала. Вот этот вот. Так, это у нас ароматы востока. Потом корица с бронзой. И рубин. Так, возьмем снежинки. Так, как бы мне их попшикать? Я вот, наверное, чтобы чуть-чуть вот сюда. Как бы вот так, неровно, чтобы немножко вот сюда. Так, вот этим вот возьмем. Так, трафарет со снежинками. У меня все трафареты от фабрики Декору. На сайте фабрики Декору можно купить. Ну, или там магазины, в которых продаются трафареты. Магазин для скрабукинга. Там тоже фабрика Декору есть. Так, все. Осторожно. Пам-пам-пам. Что получилось? Ура! Смотрите, какая красота получилась. Так. Так, сейчас пока мокрое не видно блеска. Но вообще там должен быть такой перламутрик. Так. Так, здесь все, я думаю, на этой стороне. Можно сюда зайти, конечно, либо вот на эту сторону. Так, я думаю, что нужно на эту сторону. Так, на эту сторону давайте возьмем другой трафаретик. Вот этот. И другой спрейчик возьмем. Возьмем бронзу. Да, но просто там еще не подсохло. Так как все это влажное, то, может, и сразу не видно. Растекается. Ну, да, чуть-чуть растекается, конечно, да. Не без этого. Так, возьмем вот этот. Так, вот так на оголочек положу. Упс. И здесь тоже такой будет узорчик. Так. Здесь уже побольше. И тоже, кстати, немножко растекается. Угу. Растекается. Ну, да, это же бумага. Бумага. Так. Эту штучку мы откладываем. Сохнуть. И второй, если у меня листик. Так. И второй листик. Вот. Я думаю, здесь также по такой же схеме. Так. Вот здесь, с этой стороны. И вот здесь сделаем. Угу. Вот здесь. Так. У нас остались морозные узоры. И красненький рубин. У нас в бумаге есть красный цвет. Ой, накапала. В бумаге есть красный цвет. Поэтому думаю, что можно рубинчика немножко добавить. Так. Сюда немножко узорчиков. Еще можно, конечно, все это делать подушечкой. Тоже прикольно получается. Подушечкой. Штемпельной. Упс. Так. Здесь, конечно, получилась такая полосочка у меня немножко. Но она не сильно видна. Тоже красиво. Угу. Да, растекается, конечно. С этой стороны не буду. Ой, это я пальцем залезла. Ой-ой-ой. Так. Значит, нам надо исправлять эту штучку. И сюда немножко пшикнуть. Узором тоже. Чуть-чуть узорчиком сюда пшикнем. Так. Возьмем так раз. Где у нас рубин? Так. Упс. Да. Так. Все. Да, она растекается. Но все равно, в принципе, узорчики остаются. Такие даже интереснее. Потекло все. Так. Вот так вот. А вот тут, кстати, смотрите. Здесь я взяла чистый трафарет. Да, видите? Здесь более четкий рисунок. А здесь я уже положила трафарет, который был влажный. Он, получается, немножко дал влаги от себя. И потом еще сверху пшикнула. И поэтому вот здесь вот получается вообще размытое все. Так что так не делайте, как я сделала. Влажный трафарет, только сухой трафарет прикладывайте. Вот. Так. Все. Убираем сушиться. Там трафаретики тоже убираем. Так. Чем вы украшаете свои вот такие тонированные листочки? Расскажите. Я обычно либо штампую, либо вот что-то через трафарет наношу. Через трафарет, кстати, очень удобно. Вот даже, наверное, было бы сейчас лучше, если какой-то подушечкой через трафарет мы сделали. Было бы более такой четкий узор, более аккуратно. Ну, ничего. Ошибаются. Все есть такая песня. Так. Убираем. Так, дальше пошли. Что еще у меня в этом в моем лобнотике будет? Вот эти трафареты. У нас тут будет конвертик. Так. Вот такие листочки. Вот здесь у нас будет закрывашечка. Потом, что я планирую сделать? Так. Так, здесь у меня будет листик. Что я планирую сделать? Вот здесь. Текстурной пастой. Ну, текстурная паста, наверное, на такие крашенные листочки, наверное, все-таки, как бы, грубовато будет. Если вот на такой поверхность, то да, можно текстурной пастой. Будет красиво, кстати. Вот. Если вот на такой крафт-картон, тогда будет круто. Ну, либо на скрафт-бумагу. А если вот на такой тоненький листик, то там, наверное, только штемпельная подушечка. И вот так спрейми аккуратно можно побрызгать. Так. А какая бумага? Вы про какую бумагу? Вот про набор бумаги, который я использую. Вот этот. Сейчас я покажу, какой это набор бумаги у меня. Это у меня вот бумага от фабрики Декору. Новая коллекция. Да, новая коллекция. Такая вот классная, красивая. Такая с тремя цветами. Очень крутая. И даже еще вот этот листик я еще не вырезала. Вот он. Такая красотища здесь есть. Такие вот вырезалочки. Очень нежные. Такие вот меленькие. Очень классненькая бумажечка. Я еще пока это не вырезала. У меня пока вырубка есть из набора высечек. Вот пока я эту не использовала. Так, что я планирую сделать здесь. Здесь я хотела... Да, набор вообще шикарный. Там вот эти вот надписи в этом наборе. Вот такие вот карточки классные есть. Смотрите, олень. Всякие вот такие вот красотульки. Так, здесь я хотела... Если я покажу, прикину, примерно, как я планирую здесь оформлять все места под фотографии. Так, прошивать, конечно, я ничего не успею. Но смотрите, у меня есть такой вот... Ну вот, например, у меня есть калька. Интересно вам? Я могу вам показать, как выглядит обложка у этой кальки? Какую кальку я покупаю? Если интересно. Таше, привет! Так, сейчас покажу еще раз набор. Покажу, покажу. Набор называется «Выйдем Крисмос». Вот, такая красота. Угу. Такая вот красота. Так, да, сейчас покажу, как она выглядит, обложка. Смотрите, вот такую кальку я покупаю в канцелярских магазинах. Даже нет, я в метро покупала в магазине. Там такое вот все для офисов. Но я думаю, в канцелярском магазине тоже есть все это. Или есть еще товары для художников в магазинах. Вот примерно так, да. Видите, 90 грамм. Вот такие вот, такие листочки. У меня тут было много-много листочков. Осталось уже мало, потому что расходуется очень быстро. Так, ну вот, что можно здесь придумать. Тоже такое все достаточно просто. Без всяких долгих раскладок. Ну, сам альбомчик получается, сам дневничок маленький. Поэтому здесь далеко и не прыгнешь со всяким декором, да. Вот, поэтому я вот как основной для подложки у меня будет вот это вот скраб-бумага. Потом здесь у меня будет какой-то вот листочек там. Либо бумага вот такая вот тонированная. Либо кальчику можно положить. Вот, какую-то вырубку на бочок так. Потом вот сама бумага. И вот здесь я думаю, что можно, вот у меня остался от акрила, ой, от статного листа вот такой кусочек. Я думаю, что могу вот так вот как-то прошить. Ой. Пришить, например, вот сюда к этой вот, к этой бумажке. Или вот так, к табачком, да, вот так, чтобы не ровненько все было. И потом сюда фотографию подсовывать. И тоже, мне кажется, будет прикольно. Ну, как-то вот буду что-то вот здесь такое вот придумывать. Какой-то вот раскидушечки буду придумывать здесь какие-то интересные. Вырубку буду использовать. Потом какие-то высечки. Такие вот всякие есть у меня, да. Это вот, кстати, высечки из набора. Ёлочки. Что-то вот типа такого буду делать. Сапожок. Сапожок. Все так простенько. Простенько. Так. Сейчас я ничего приклеивать не буду, чтобы времени терять. Ну, вот примерно это будет так, да. Вот здесь, с этой стороны у меня будет такая вот плюшечка, лепешечка. Потом, скорее всего, здесь. Так, это пока уберу. Так, это уберу. А здесь пока не придумала, что будет. Так, а здесь я хотела сделать вот так. Сейчас покажу. Так, эфиры мы выкладываем на YouTube. Выкладываем на YouTube. Так что можете зайти на YouTube фабрики Декор. Там в аккаунте Instagram есть, по-моему, ссылочка. Так, здесь у меня будет такая вот на веревочках две открывашечки. По серединке тоже что-то будет. То есть здесь они не будут рядом вместе, одновременно вот так вот в одном развороте. Так, здесь я планировала вот такие конвертики добавить. Так, сделать что-то типа вот. Так. Так, так. Что-то типа, да, вот такого. То есть в одном месте у меня будет так снизу. Так, потом я хочу вот сюда на снежиночке. Так, снежиночки. И сюда хочу люверс сделать. А здесь с этой стороны снежиночку тоже люверс. Чтоб там не было просто бумажка, да. Потому что на бумаге очень плохо сидит люверс. Поэтому с такой вот снежиночкой. А второй люверс вот здесь. Так, вот так будет открываться. Здесь можно будет что-то положить в конвертик. Здесь тоже можно снежиночку и тоже люверс. Так, вот как-то так. И будет она вот так закрываться на люверс и на веревочку. Вот. С этой стороны похожая ситуация. Только здесь делаю вот так внизу конвертик. Конвертик будет так вот открываться. Здесь можно будет что-то положить. Закрыть. И вот так вот. А здесь внутри можно либо фотографии разместить, либо сделать такие как они называются забыла такие в общем подложки под фото такой гармошкой лесенкой такой трин-трин-трин вот так вот самые самые простейшие подложки такого размера это 10 на 15 вот можно здесь очень много фотографий получается на этих подложках сделать потом так это я вот это планировала сделать я так понимаю сейчас это все затянется если я буду делать я надеюсь понятно объяснила что здесь будет вот водопад водопад не водопад это по-моему когда тянешь такую штучку и там вот это все открывается водопад тогда это просто вот каст на каскад наверное когда просто так листочки да вот так вот водопад это когда вот так тянешь они такие трин-трин открываются а это просто без этой без ножки так значит это перелеснем что у меня здесь здесь опять наверное какие-то будут типа вот как там пирожки такие так здесь конвертик здесь будет прошита здесь чем-нибудь тоже задекорируем так что я еще хотела сегодня сделать но здесь салфеточки проложу какие-нибудь между ними конечно же между тетрадками чтобы так много всего было всяких штучек так 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 что я еще планировал что-то еще хотела показать а я еще хотела показать какой я сделала шейкер так я сделала шейкер и наверное я его как-то вот подождите вот у меня какой шейкер вот смотрите такую звездочку сшила это у меня здесь бумажка помните сейчас покажу какая бумажка шуршащая это у меня вот на обратной стороне звезды вот здесь такая шуршащая бумажка это из конфеток я взяла убрала вот эту подложку вот шуршущую бумажку взяла и шил на основе нее вот такой вот шейкер звездочку насыпаю туда пайеток вот прошила и вот ацетатный листик взяла от фабрики декору вот только такие статные листики вот ацетатный листик взяла от фабрики декора вот и такую звездочку сшила насыпала туда пайеток пайетки тоже от фабрики не распакованные только серебряные остались вот так вот выглядят пакетики вот и пришила сюда подшила сюда эту такую ленточку и будет она у меня наверное примерно вот так то есть вот будет к верхней части дневничка вот так цепляться на страничке и потом можно будет ее так поднять вот а здесь можно фотографию добавить какую-то или еще что-то вот сюда такое придумать можно какую-то фотку вырезать форме звезды так вот будет открываться такая звездочка будет здесь вот а здесь у меня получается на этом месте как раз конвертик мне надо будет сначала эту звездочку сюда вот так пришить да вот на это место вот сюда как-то а потом уже сюда этот конвертик клеить главное не забыть теперь до конфеты до конфеты это очень круто все шуршит я кстати в обложку хотела у меня каких-то конфет тоже вот я в обложку хотела вот такую штуку вставить чтобы у меня обложечка вот это прослойки прослойках ткани чтобы она меня так шуршала вся вот так чтобы шуршала до дневничок спасибо на самом деле я так смотрю ну так вот такое все прям простое но все таки мне тоже нравится вроде бы ничего такого особенного не делаю ну конечно материалы очень важно да очень важно сами сами за себя вот тут допустим нет никакого декора но уже вот это вот просто даже бумажка вот это со звездочками очень круто я не знаю даже жалко и чем-то закрывать вот такая ну и надеюсь звездочку всем понятно как делать да то есть здесь у тебя когда прошивала оставила вот этот вот хвост один конец звезды оставила не прошитым засыпала туда пайетки и потом аккуратненько зашила вот так вот вот этот хвостик так девочки у нас осталось пять минут до конца эфира я думаю что я его завершу и в принципе я все показала что я планирую сделать и как я это планирую сделать следующий раз я вам обязательно покажу результаты как все получилось следующий раз будет через неделю в понедельник также мой эфир вот а в среду у нас планируется либо выход мастер-класса либо выход в прямой эфир насти тисеевич если конечно у нее наладится связь у нее что-то очень так тяжело с интернетом на на в этом месяце поэтому будем конечно держать за нее к лучику кулачки что у нее получится выйти в прямой эфир в среду ну или смотрите расписание там дальше суббота воскресенье ксения будет ксения и наташа вот с вами я попрощаюсь с вами я попрощаюсь пожелаю вам всего всего сегодня самого хорошего тем кто скрапит вдохновение сил все-таки спите и ложитесь вовремя чтобы силы вас не покидали долго спасибо вам большое что вы были со мной всем пока спасибо девочки спасибо